Лидером у хозяев является Рэнди Робитайл. У него 8 заброшенных шайб и 12. Идет третьим в этом списке самых атакующих команд Восточной конференции. Робитайл вставляет шайбу. Опасный момент. Нет, здесь поднято верхунка арбитра. Чуть раньше последовал свисток против Плаков. Арбитр из Санкт-Петербурга. Олег Пеганович наказывается. Да, ну тут еще и 10 номер. Нужно уже возвращаться назад. Полминуты. Опасный момент. Муррыгин справляется с этим броском. Спасает свою команду. Очень хороший момент у Романова был. Окажись на его позиции нападающий. Может быть и куда более опасный. По-прежнему не открыт счет. На его счету вот до начала этого поединка было 103 броска. Вот еще один опасный момент. Ближний угол направлял шайбу. 27-й номер. Тима в первом матче этого сезона за Камаровчан. Шишканов не получился здесь откровенно своих ворот отодвинуть. Активно стараются действовать в чужой зоне. Бросок к воротам. Попытка добить опасный момент. Не идет шайба. Лазушин тащит. Берет все шайбы. Проводит за Камаровчан. Снова Лазушин в игре. Две минуты получает Банди. Вообще на первый взгляд может показаться, что это был опасный момент. Сейчас возникает и вновь возобновить игру. А нам показывает один из острых моментов, которые возникали у ворот команд. Вот атака гостей. Смотрится активнее соперника. Какой бросок. Опасный момент. Подкараулил сейчас хитрый, хитрец Дмитрий Когарлицкий. Выручать свою команду вратарю. Посмотрите, какой скрытый бросок хороший из-под Досикова. Выручает Мурыгин. С первой попытки не удалось. Ему ловит шайбы сейчас уже в воздух вратарю. Ох, какой рикошет. Опаснейший момент от своего же игрока. Сейчас шайба шла в створ. Попадает она в, по-моему, Романова. Что вратарь в свои ворота заговорил. Буквально опасный момент сейчас. Имели великолепную защитника хабаровской команды. Большинство это хорошая возможность для взятия ворот. Но, тем не менее, без нарушений не обходится. И великолепный гол сейчас. Новокузнечане забивают. Все лишь несколько секунд понадобилось им. Он с Рэнди Робитайлом. Хотя нет, поскольку именно Рэнди Робитайл отдавал эту передачу своему партнеру, то по-прежнему Робитайл остается лучшим бомбардиром. У него 21 очко. Но вот мы смотрим повтор с камеры, которая располагается над воротами. Хорошо ввел игру своей команды в первом, втором периоде. Особенно, когда много получалось у команды. Но, правда, не было заброшенных шайб. Вот еще одна влетает в ворота Алексея Мурыгина после дальнего броска. Мегалинский бросает рикошет. По-моему, от клюшки своего игрока был. Да и не один, а двойной рикошет. Ну, тут, конечно, Мурыгину тяжело было справиться. Завершится. Может быть, Зинтула Белильдинов и привлечет его к играм за основную команду. Мерезкин получает травму. Цеплаков в этой ситуации. Хотя нарушений, по большому счету, там, очевидно, вот такого явного и не было. Ну что, Новокузнецов получает возможность поиграть на контратаках. Здорово! Хороший бросок. И шайба в воротах. Алексей Ефимов. Посмотрите, как радуется. Шестой гол. Забивает счета по такой игре и за то время, которое осталось до конца. Отыграться будет очень сложно. Нет, Нинизом на такой средней высоте, неудобной для голкипера, полетела шайба. И еще один бросок. Все-таки шайба залетает в ворота. Ну что ж, Степанов принимает поздравления. При игре 5 на 3. Все-таки удается Хабаровченам одну шайбу отыграть. Как расстроен Лазушин, а? Удаление партнеров. Не успел здесь Дмитрий Мегалинский помешать Степанову. Тут подкараулил рикошет от борта. Осипов наброс на ворота. Попытка добить. Опасный момент. Где шайба? Александр Лазушин. Вновь единок. Лазушин сегодня красавец. Пиганович, оказавшийся на пятачке перед воротами. Не сумел здесь шайбу. Да не, наверное, совершенно точно. Так же в падении пытался дотянуться до шайбы. Ну что, может быть, вратаря снимет Хану Йортика? Опасный момент. Где шайба? Вновь Лазушин попадает она. Ворота все-таки. Посмотрите, что творится. Вот это концовочка, друзья. Вот это концовочка. Я думаю, сейчас нужно... Хьютонин. 15-й номер. Первый бросок. Второй бросок. Здесь уже, конечно, рикошетом от вратаря. Степанов шестером против пятерых соперников атакует Амур. Выходит шайба в среднюю зону. Не удается Степанову, Осипову, задержать ее. И пустые ворота уже поражает. Лазарев делает счет 4-2. Ставит окончательную, я так думаю, точку в этом матче. Да, вот смотрите. 40 минут игрового времени. Но это, наверное, было последнее. Кагарлицкий записывает на свой счет результативную передачу. Частично реабилитировал себя. Будет этот матч в итоге после второго периода, когда счет был ничейным 0-0. Ну что ж, я напомню, как развивались события в третьем периоде. Кагарлицкий.